Добрый вечер, началок с телевидения «Диалог о православии». Мы работаем в прямом эфире, и вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятельу Леониду Олберяковского мастеря, Игумену Евмению, отец имени. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну вот незаметно мы приближаемся вновь к Великому посту, особому времени для покаяния, священия, очищения каждого человека. Пост начинается, напомню, 7 марта, так что будем внимательно и бдительно с праздником 8 марта, да, потому что это не наш, не христианский праздник. Ну и Русская Православная Церковь рекомендует нам входить в пост постепенно, да. Для этого предусмотрены три приготовительные седмицы, то есть недели. Они начнутся уже с следующего воскресенья, с грядущего воскресенья, и начнется с воспоминаний притчи о мытаре фарисеи. Предлагаю сегодня нам рассмотреть эту притчу, чтобы людям, которые будут слушать на воскресном богослужении, было уже более понятно, да. Итак, Евангелие от Луки, глава 18 стихи, с 10 по 14, пожалуйста. Послушаем его, евангельский текст. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Наверное, не случайно начинается, да, великий пост, приготовительный седмица с этой вот притчи? – Ну, действительно, мы по-разному к посту относимся. Кто-то считает, что это просто определенного рода диета, а кто-то считает, что это вообще ни о чем, и даже об этом не задумывается. Но если к этому подходить серьезно, глубоко, то мы прежде всего должны понять, что вот мы внутри должны поменяться, не только телесно, ведь все мы понимаем, что тело рано или поздно умирает и идет, так сказать, в землю, а важна Господу душа. И здесь как раз вот две души в этой повествовании в ангельском показаны, их поведение двух душ, стоящих пред престолом Божиим в храме, и по-разному молящихся. Для чего показаны нам эти примеры? Только для того, чтобы мы сами правильно настроили свою душу на время постничества нашего. Потому что, ну, конечно же, от настроя очень много зависит. Если мы постимся с каким-то превозношением и гордостью, то это нам пост, ну, так сказать, он не полезен, это только диета. А если мы все-таки постимся с определенным настроем внутри на такое вот покаянное, смиренное состояние души, то этот пост, конечно же, нам послужит к многим духовным радостям и к очищению, что самое важное. Зачем, собственно, весь пост, вот великий именно пост, зачем он предусмотрен церковью? Только для того, чтобы подготовить нас к празднику Пасхи, чтобы мы к нему подошли очищенными, чтобы мы запаслись духовными силами на предстоящий год до следующего праздника Пасхи, чтобы мы изменились вот хотя бы в течение этих святых дней, святая Четыридесятница, иначе Великий пост называется. Почему святых? Потому что особая благодать Божия над ними почивает, и всякий, кто с этим подходит к Четыридесятнице, к Великому посту, вот кто правильно ее воспринимает, тот обретает святость, в том числе и для своей души. Да, главное не прозевать нам это время, да, мимо не пройти. Ну, в суете, да, не погрязнуть, не забыть, а то некоторые, вспоминают, уже там последние недели поста, и, так сказать, уже вот Пасха, и только когда они вспоминают, что, а, надо купить там кулич, там надо Пасху что-то сделать, а, так надо еще и попаститься, оказывается, да, ну хотя бы последние недели. То есть вот... Чистый четверг надо квартиру помыть. Ну да, или там в баню сходить, кто как, чистый четверг понимает, хотя это вообще не имеет отношения никакого к... Ну, я думаю, это мы разберем непосредственно уже ближе к этим дням, четвергу великому, вот. Но, повторюсь, что ни к мытью квартиры, ни к посещению бани это не относится никак. Детально разбираем с вами притчу, прямо буквально по словам, да? И, начнем с того вопроса, какой повод был для произнесения Господом этой притчи? Все свое время земной жизни Господь, конечно же, каждую секунду, можно сказать так, старался провести с пользой для апостолов, для своих учеников, с пользой духовной. И он везде и всюду им давал наставления разными методами. Будь то исцеление бесноватого, которое явно свидетельствует, что есть бесовский род, да? Будь то воскрешение Лазаря Четверодневного, который явно показывает, что есть воскрешение мертвых. Будь то исцеление больных людей, сухоруких, или расслабленных, или проказных, что также показывает, от кого исходит истинная, так сказать, жизнь и исцеление телесное, духовное. То есть это все было сделано, конечно же, для его учеников. И в том числе и здесь Господь говорит своим ученикам, последователям и апостолам, сопровождавшим его на его пути на Голгоф, он уже восходил в Иерусалим, он уже предуготовлял, что апостолов говорил, что вот мы входим в Иерусалим, идем в Иерусалим, где меня предадут в руки язычников, и там поругаются надо мной, убьют, а я в третий день воскресну. Он уже готовил учеников к этому, хотя они этого и не понимали, и некоторые даже спорили, что давайте не пойдем туда, если там такое будет. Так вот здесь он им показывает, как внутренне правильно себя устроять, что вот это правильно пред Богом, а вот это неправильное устроение души. Для этого он это и, так сказать, раскрыл вот в этой притче. Хотя любая притча Господа – это не просто выдумка, все притчи были основаны на реальных событиях, как сейчас это говорят по телевидению, на реальных людях, на реальных событиях жизни человеческой, какая бы притча там ни использовалась. В храм помолиться. В какой они храм приходили? Такой, как вот сейчас? На тот момент был единственный храм на весь Израиль, на всю, наверное, Землю, планету Земля. Единственный храм Божий, истинной веры – это храм Соломона в городе Русалиме. И в этот храм они пришли. И там стояли… Сколько народ-то было? Смотря когда. В праздники там миллионы могли приезжать со всего света. Но это не язычники приезжали, а израильтяне, которые, ну, как их называли, евреи-рассеяние. То есть кто-то там в Риме жил, кто-то там где-то там в Африке. И вот на время праздников иудейских они все возвращались в Иерусалим, чтобы отдать должное по закону Моисееву Господу, отпраздновать Пасху и там попаститься, и пронести жертвы. Пасха была не так, что сейчас. Пасха была иудейская, да. Не как у нас. Она предшествует нашей Пасхе православной. Но тогда Ветхозаветная Пасха, она тоже была правильный праздник, через который народ израильский должен пройти и как бы предвозвестить уже Пасху в следующее воскресение Господне. То есть это такое предуготовление к воскрешению Христа. Фарисей и мытарь. Как правильное ударение? Мытарь? Мытарь, да. Мытарь. Кто это? Фарисей – это один из людей, которые были привержены такой, как сейчас называют, партии или секта религиозной, которые, в общем-то, из хороших побуждений, но ушли далеко, так сказать, в дебри. То есть они пытались возродить после плена Вавилонского, когда все разрушено было. Собралась группа людей, которые восстановили храм Соломона, которые восстановили город Иерусалим и прочие окрестности, которые поставили своей целью восстановить веру истинную иудейскую. Но потом это чуть-чуть переродилось в такое поверхностное некоторое отношение, и это получилась просто такая вот партия людей, которые считали себя избранными, которые считали, что они единственно правильно себя ведут, которые упирали, так сказать, на внешние символы и внешние поведенческие моменты веры, забывая о внутреннем, как раз то, о чем мы говорим и о чем говорит эта притча. То есть они только внешне исполняли заповеди Моисея, а внутри были, как в одном из мест евангельских, значит, Господь говорит, вы как гробы украшенные, снаружи все, так сказать, в цветах и в украшениях, а внутри полны тления. То есть это он также к фарисеям обращался. Ну и Господь неоднократно, да, мы читаем в Евангелии, и правоком притече называли порождение Ехиднина. И так тоже, да, это еще одна из фраз, сказанных в сторону фарисеев. То есть Господь и Иоанн Притеча, видя их внутреннее естество, внутреннее заблуждение и порочность вот такого внешнего благочестия, они их обличали, естественно, не с целью осудить, а с целью, чтобы показать им их ошибку, чтобы они исправились. И даже Господь говорит, ну как же вас спасти от гиены огненной, если вы вот так себя ведете, как вы избежите огня гиенского. То есть мы видим, что и этот не со злобой обличал Господь их, а со скорбью и с заботой о том, чтобы они все-таки пришли ко спасению. Ну, часть из них, как мы знаем, пришли, в том числе апостол Павел, он тоже был фарисей. Он потом, так сказать, стал самым одним из ярких проповедников Евангелия. А часть так и осталась вот в своих заблуждениях и в внешнем таком благочестии, а внутри, к сожалению, погибшей духовной сущности. Держимся к фразе «порождение Ехидина». Почему именно такое словосочетание, такой образ Ехидина? Ну, Ехидина мы читаем, что вот апостол Павел, например, Ехидина укусила в руку. Они потерпели кораблекрушение, но все спаслись, корабль был разбит о скалы, это сейчас остров Мальта называется. Вот они вышли на этот остров, там как-то устроили себе огонь, и апостол Павел, как и прочее, собирал дрова для костра и не заметил, как там была змея под этими ветками. То есть Ехидина змея, да? Змея. Она его укусила в руку и думала, что все думали, что он умрет. Ждали, когда умрет. Когда же он умрет, когда же увидели, что он не умирает, все посчитали его богом, да, вот. Настолько было четкое понимание, что укус Ехидны смертелен. Настолько ядовитая змея, она достаточно большая, там бывает и больше двух метров. И, конечно же, все народы, тогда не было от змеиных укусов никаких лекарств. То есть, если укусила, все, ты труп. Тебя осталось там несколько минут или там часов мучений, и ты умираешь. И вот Ехидными, то есть такими ядовитыми змеями называли фарисеев. Опасными, да? Почему такая вот формулировка? Да потому что, если змея кусает, она же не укусом приносит вред, а тем ядом, который она вбрызгивает в маленькую ранку. И этот яд уже распространяется по всему телу человека и отравляет его. Так и фарисеи. Они своими словами отравляли внутреннее естество души человеческие. И в одном из мест евангельских Господь говорит, что вы ходите по всему миру и ищете себе последователей, и их делаете детьми гиенны. То есть, их уничтожаете своим учением фарисейским, именно вот этим внутренним ядом гордости, тщеславия и превозношения над людьми. А слепые вожди тоже про них? Слепые вожди, да, влекущие людей в погибель, да, это, конечно же, все о них. То есть, очень много этих слов мы сейчас, не знаю, сможем ли все перечислить, но они все характеризуют именно внутреннее естество фарисейской такой вот этой партии и их учения. Бойтесь закваски фарисейской, в ней же есть лицемерие. Ну, такой он хороший, приходит в храм, да, фарисейки, и начинает. Боже, благодарю тебя. Ну, вроде же, все правильно, да, то есть, благодарить Господа... Внешне не подкопаешься. То есть, вот по внешним признакам, ну, идеальный человек. Ну, что мы до него докапываемся, да, и почему Господь его так вот здесь в отрицательном свете выставляет? Он же вообще, он там подает подать, он там, значит, постится. То есть, это все реально он делал, да? Да, он все это делал, и это его принципиальные позиции были. Что самое страшное, что они... Это был их, так сказать, козырь в общении с другими. Почему они других считали ниже себя? Даже достойность... Ну, как эсмутаж, да. Это вот, ну, второго сорта люди, и мы с ними не общаемся. Почему? Да потому что мы, а, делаем это, б, делаем это, делаем... Мы вообще, так сказать, опора и надежда, да, нашего еврейского общества. Ну, можно так это перефразировать. И, конечно же, это все их отравило самих, и потом отравляло всяких последователей, шедших за ними по их пути вот этого вот такого погибельного внутреннего отравления лицемериями гордостью. Конечно же, он постился, он давал в храм Соломона десятину от всего приобретенного. А почему он это, зачем это нужно было давать? Ну, дело в том, что в Ветхом Завете все функции, связанные с религией, с государственностью, с вероисповеданием, они прописаны Моисеем. Там есть специальный прям перечень, чего должен делать тот или иной человек. То есть, вот десятину отдавать пожертвований в храм, это было прописано пророком Моисеем. И, собственно, ее это делали там тысячу лет. Десятину, например, если на наш лад взять от зарплаты? Или как? Ну, да, если мы... Ну, раньше-то народ чем жил? Огородом там или какими-то животными там, пас их. И от этого давал десятину в храм. Тем более, что жертву приносили ягнятами, телятами, голубями. То есть, вот такая была жертва. Сейчас мы свечки приносим. А тогда кровь нужно было пролить жертвенных животных и там возлить на определенный образ жертвенник. То есть, отделить там нечистые. То есть, все равно там целые такие вот многофункциональные моменты описаны в Ветхом Завете, что нужно было сделать. И вот эта десятина, она была предписана всем, без исключения иудеям. И он эту десятину отдавал от всего приобретенного. Пощусь два раза в неделю. Каким постом постился он? Ведь сейчас мы же по примеру Господа постимся. Ну, сейчас мы постимся два раза в неделю, потому что в среду постный день. Это, мы вспоминаем, предательство Иуды. Он в этот день договорился с первосвященниками и фарисеями, что он предаст Господа. И там цену оговорил. Тридцать три сребреника вы мне, так сказать, дадите. Я вам тогда покажу. Как покажу? А подойду и поцелую его. Вот почему, собственно, и поцелуй Иуды. В притче во языцах такая стала. А в пятницу Господа распяли на кресте. И поэтому мы в пятницу тоже постимся. То есть это два скорбных дня для Господа. Предательство одного из ближних учеников-апостолов. А второе – это распятие на кресте, когда еще больше страданий Господь нес за весь род человеческий. Поэтому мы соболезную Господу, естественно, постимся. И большие посты еще у нас, да? Большие посты привязаны к разным другим церковным событиям. Будь то там, ну, Великий пост – это Пасха, Рождественский – это Рождество Господа, Успенский – это Успение Пресвятой Богородицы, и Апостольский – это мученическая кончина апостолов Петра и Павла в Риме. То есть вот четыре поста еще. Они все привязаны к таким великим событиям церковным. И чтобы подготовиться к ним, вот эти посты назначены. А тогда сам пророк Моисей назначил один день поста в память о событиях... В год? Один в год? А? Один в год? Один день в год поститься? Нет, в неделю. Один день в неделю. Да. В память о событиях исхода из Египта. Потом добавились еще события, потому что там тысячелетие целое было, народ израильский существовал даже больше до пришествия Христова. И там было Вавилонское пленение, освобождение из плена, там разрушение Иерусалима и прочие различные там нападения, там победы. И вот в память об этих событиях еще назначались дни постные. И вот эти два дня поста, ну, посвященные одному или другому событию, собственно, вот на момент пришествия Христа они и были. Больших постов таких вот ежегодных, которые вот... Ну, только перед Пасхой были посты. И если человек согрешивший в чем-либо серьезном, на него священники накладывали особый пост для очищения от греха. И после несения этого поста, допустим, 40-дневный пост, нес человек согрешивший, он потом приносил жертву в храме Соломона. И считалось, что вот ему Господь простил грех за его понесение трудов в постнической жизни и за жертву, которую он принес в счет своих грехов. Ну, вообще, наверное, самый первый пост, да, который нам сам Господь установил еще в раю, да, первым Адаму ездит. Ну, действительно, если подходить к тому, что пост – это невкушение определенного рода пищи, то в раю Господь сказал, вот все плоды от всех деревьев и растений можете употреблять в пищу, а вот одно дерево я выделю вам, вот с него плоды не вкушайте. Ну, для чего? Для того, чтобы показывали любовь Господу? Ну, конечно же, это дерево не было каким-то особенным, да, вот какое-то там оно ядовитое там или нет, оно было обычное дерево. Но чтобы человек не забылся в райских вот этих наслаждениях и не забыл Бога, Господь им сказал, вот памятуя о мне, любя меня, слушаясь меня и, так сказать, с уважением относясь к моим словам, вот вы в память обо всем этом, вот с этого дерева плоды не кушайте. Ну, и как можно, например, проявить любовь, да, то есть все равно таким образом человек проявлял свою любовь, не вкушая? Действительно, да, конечно же, то есть если я люблю Господа, я его слушаюсь, а если я его не люблю, я хоть тысячу раз скажу, что я верую в Бога и люблю, но не почусь, не причащаюсь, не молюсь, нет, это ничего нет. И грехов много, и не исповедуюсь, но Господа я люблю. Вот непоследовательность, да, сказал А, надо делать, там, говорить Б, а если ты сказал А, потом вообще ничего не сказал, ну и где тут никаких, так сказать, последований логического цепочки нету в твоем поведении. То есть ты обманщик просто, то есть ты говоришь, но не делаешь, ты заявляешь намерения какие-то, да, но любовь к Богу, она, естественно, за собой последствия должна влечь, вот в том числе и пост. Если любишь, то послушаешь меня, это сам Господь говорит, тот, кто меня любит, тот слова мои послушает и исполнит. И того послушаю я. Это опять же слова из Евангелия. Вот здесь мы как раз к этому и приходим, что Адам с Евой, они, значит, не любили Бога, они больше полюбили райские удовольствия, в которых забылись, и как раз этим воспользовался сатана, их искусил, и они, да ладно, следим. То есть предпочли дары, да, а не Творца. Что самое, да, грустное, как и сейчас, впрочем, с нами. Что мы предпочитаем Богу, спасению души, церкви? Ну, те дары, те творения Божии, ну, та же пища, те же удовольствия, те же там какие-то увеселения в этом мире. Все, что нам дает Господь. Да, это же Господь нам дает. Ведь Он мог это отнять у нас там с помощью войны, с помощью каких-то кризисов или там болезни какой-то телесной. Мы могли бы не есть. Я, например, знал несколько людей, которые были там руководителями предприятий, ну, например, пищевой промышленности, а сами в связи со своей болезнью, там, ну, каким-то диабетом там или другими болячками. Они не могли это кушать. То, что они делали, они кушать это не могли. То есть, так Господь мог бы каждого из нас оградить. Но тогда не было бы свободы воли, тогда не было бы вот проявления любви. То есть, Господь-то хочет, чтобы мы по любви, не по кнуту, не из-за того, чтобы нас сама ситуация заставляла это делать, а по любви, по свободе выбора проявляли Богу послушание и постились. Ну, и пока мы говорим о посте, да, скажем, что сам ведь Господь, да, мы читаем, что сам 40 дней постился. Ну, действительно, Господь, как я вначале говорил, Он пришел в этот мир научить своих последователей, апостолов, учеников, как нужно жить. И Он это учение проявлял всей своей жизнью, не только в словах, но и в делах, и в поступках, и в каких-то намерениях. И в том числе, чтобы Он передал нам, чтобы мы правильно постились, Он передал это тем, что сам начал свою проповедь евангельская с поста в пустыне, причем постился совсем не так, как мы. Как вы понимаете, в пустыне нет магазинов, нету, даже крыши над головой нету, да, и Он воды-то, не знаю, там вот где мог найти, чтобы напиться. А пустыня – это же достаточно сложное для проживания место, и, повторюсь, ни еды, ни воды там не найдешь. Очень трудно все это. И Он 40 дней постился и в конце залкал. То есть этим Он показал нам то, как и нам должно делать. Если уж сам Господь постился, то мы-то кто такие, чтобы не поститься. Да, и пророк Анпритеч, и Иоанн Пророчий сам тоже служил, да, постол. Да, все пророки практически постились. И все святые отцы наши тоже все были. И наши, да, преподобные отцы и прочие, все постились. Но неужели мы, так сказать, умнее всего этого сонма и ветхозаветных святых, и новозаветных святых. То есть вот они, там, тысячи таких преподобных и богоносных отцов постились, а мы, вот их умнее, мы нет. Мы не постимся, и все равно спасемся. И Господь, да, что сказал, что рот лукавый, да, он постом молитвы только побеждается. И это тоже, ну, это как бы объяснение, еще одно из объяснений, зачем нужно поститься. Кроме того, что пост, он ослабляет наши страсти, и естественные, и неестественные страсти, и телесные, и духовные страсти. Но пост, он также еще и отгоняет от нас бесов, потому что, когда человек постится, он внимателен к себе. И так Господь сказал, рот себе бесовский изгоняется только постом и молитвой. А во внимании, ни отвлеченности, ни в суете, ни в этих наслаждениях телесных, да, через объедение там или еще что-то. Это только во внимании будет умная, чистая молитва к Богу, который, собственно, бес боится. Хотя бес кому-то из великих святых, по-моему, Макаре Египетскому сказал, ты постишься, я вообще не ем, да, ты там спишь мало, я вообще не сплю. Но победил ты меня смирением. Вот это фразы, по-моему, из жития Макаре Египетска. Мы к смирению сейчас еще дальше подойдем поближе, да? Вот фарисей стоит, значит, в храме и говорит, вот как этот мытарь. Не как он. Кто такой мытарь? И действительно он был такой плохой? Мытарь, ну, так сказать, историю умалчивает. Хорош он был или плохой. Мы читаем в этой притче, и сам Господь об этом умалчивает. Мы читаем в этой притче, что он искренно каялся в своих грехах и настолько ощущал свою греховность, что, во-первых, даже в храм-то зашел только чуть-чуть. Он около там притвора стоял сзади, да? То есть фарисей-то прямо к алтарю подошел, на первое место встал. А мытарь где-то там на последнем месте стоял, молился. И даже глаза не поднимал ни на кого и ни на что, а смотрел в пол и только бил себя в грудь и говорил, что, Боже, милости, будь мне грешнику. То есть он глубоко прочувствовал свою греховность. И именно с этим пришел ко Господу. Он сам себе подписал уже приговор, он сам себя уже назвал грешником. И единственное, кто мог этот приговор отменить, не этот человек, а только Господь. С этим он и пришел к Богу. Матарь – это сборщик налогов, да? Да, Матарь – это человек, который сейчас называется налоговиком. Те, которые и тогда, эта служба была в Римской империи, которые собирали налоги с населения, не всегда праведно, иногда и, так сказать, с лихвою прихватывали налоги, на чем, собственно, наживались. И поэтому их все люди ненавидели и считали их грешнейшими. И даже Господа Иисуса Христу поставили в упрек, что Он общается с матарями и грешниками. То есть с ними даже общаться было нехорошим тоном в обществе фарисеев и иудеев верующих. Вот такие отношения были к матарям, так же, как к грешникам. Вот это явный грешник, там, блудник или пьяница, разбойник или вор. А вот матарь, то есть это вот они на одну, так сказать, доску были выставлены по поведению. Вот так к налоговикам тогда относились. И, собственно, поведение этого матаря показывает, что действительно он допускал какие-то грехи в своей жизни, о чем, собственно, и пришел раскаяться и просить у Бога милости. Да, наверное, мы все совершаем грехи. Мы больше к кому относимся-то? Ну, кто куда? Кто к фарисеям относится? Кто к матарям относится? Ну, к праведникам нас точно отнести невозможно, потому что действительно каждый из нас согрешает на дню. Седмижде 70 раз согрешает на дню. И, естественно, зная нашу немощь, Господь поэтому и дал нам такое величайшее таинство исповеди покаяния, через которое мы можем как ластиком подчистить все наши грехи вольные и невольные и прийти к Богу прощенными им. Мы не сами себя должны прощать, как некоторые говорят. Ты себя прости, ты сам себе там комплексы создаешь. Это такой бред совершенно абсолютный. Как человек может сам себя простить? Он же не является себе назначителем, так сказать, наказания. Ведь не человек помещает себя в ад или в рай, а Господь это делает. И не сам дает себе жизнь. И рождается он не по своей воле, собственно. И умирает тоже. Частенько не по своей воле умирает. То есть человек не хочет умирать, но Господь у него жизнь отнимает. Вот из этого исходя мы понимаем, что мы всего лишь, так сказать, ну как люди, находящиеся под следствием, если по-мирски сказать, вот над нами, над всеми суд Божий распространяется. И, собственно, к нему этот мытарь взывал. Чего и нам также я желаю. Потому что без милости и прощения от Бога мы не сможем очиститься и избежать наказания. Вот это молитва, да? «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Чего он просит? Ну, как я и сказал, он пришел в храм с вынесенным самому себе приговором. То есть он себя называет грешником. То есть он уже четко это сам осознает, понимает. Он понимает, что ему по-содеянному предстоит наказание и в этой жизни, и в жизни уже после смерти. Но его надежда и вера все-таки дают ему возможность просить у Бога милости. То есть прощения вот этого одного или многих согрешений, которые у него на душе лежат, которые он видит явно, и в которых он раскаивается и просит прощения, потому что он осознал. Вот на этот момент он уже понял, что так, как он поступал раньше, он поступал неправильно. И, собственно, на будущее он, я надеюсь, уже и так больше поступать не будет. Хотя вполне возможно, что могли быть и рецидивы. То есть зачем? Опять нужна история. Вообще человек, да, пришел рассказывающий, наверное, что-то произошло в его жизни. Не каждый же вот так вот раскаивается. Покаяние же тоже, наверное, дар Божий. Ну, Господь каждому стучится в сердце, ждет, откроет человек ему сердце или не откроет в течение всей его жизни. И когда он стучит в сердце, он намекает на греховность его. Ну, как вот в том месте Евангелия, где также фарисеи, первосвященники привели женщину, которую они застали в блуде, в прелюбодеянии, и привели его к Господу, и говорит, вот она блудница. Повелишь нам ее камнями побить? Что Господь сделал? Он просто писал пальцем в пыли придорожной что-то. По некоторым таким толкованиям святых отцов, он писал грехи всех этих, приведших эту женщину, первосвященников там и прочих фарисеев и законников. Грехи каждого он писал. И эти люди, да, ощущая свою греховность, они, обличаемые своей совестью, они уходили. Уходили, уходили, и в итоге никого не осталось, что, собственно, Господь и хотел. Причем он сказал, прежде чем начать это все писать и взывать к их совести, он сказал, ну хорошо, кто без греха, первым пусть бросит в нее камень. Потому что по закону Моисея, действительно, наказание за прелюбодеяние и за блуд, это смерть была. Вот это для тех, кто говорит, да чего тут такого, разве это грех, блуд? Это смертельный грех, и в Ветхом Завете за это просто убивали. Выводили за город и камнями забивали до смерти. Это исторический факт, это не выдумка. Это показывает, насколько серьезные согрешения блуд. Поэтому здесь мы видим Господь, будучи милосерден к этой женщине, видя, что она раскаивается, что вот у нее была слабость минутная какая-то, или еще что-то произошло, или какие-то там, может, давление на нее оказывалось. Но мы этого тоже не знаем, этой предыстории ее греха. Но, тем не менее, Господь узрел в ней возможность покаяния и изменения в лучшую сторону. И что? Он ее не погубил, а, наоборот, обличил всех ее судей, которые один по одному уходили, 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 обличаемые совестью. Как на нас похоже, когда мы любим осуждать других. Да, мы камни любим бросать других людей, и очень обижаемся, если в нас бросает кто-то камни. Ну, это же больно как-то. А что ты он на меня сказал такое? И потом на всю жизнь это запоминается. А вот я его не воспринимаю, не разговариваю. Он мне сказал такое плохое слово лет 20 назад. Все, он для меня не существует. Да, этот человек для меня, я его вообще в упор не вижу. Я обхожу стороной и не общаюсь с ним. Ну, мало ли, что мы сказали. Но каждый из нас обязательно согрешает. Мы не можем не согрешать по нашему немощному греховному естеству. Поэтому, если мы это понимаем по отношению к себе, что да, я грешен, но также надо отнестись и к другому человеку. Он тоже грешен. И у него тоже бывают срывы, у него тоже бывают какие-то неконтролируемые слова или поведения, которые также надо постараться простить и покрыть своей любовью, своим милосердием к нему. Фраза «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Означает ли это сравнение и помилование фарисея? Ну, нет, конечно. Потому что как можно помиловать человека, который не просит о помиловании? Мы смотрим во фразе фарисея, хоть одно слово просьбы о помиловании есть? Нет. Он говорит, что я благодарю за то, за то, за то, что я не такой, как вот эти все. Он, наверное, в общем-то разговаривает не с Богом, да? И в том числе и это, конечно же. Потому что если бы он ощущал себя пред судьей, ну, представьте, вот вас сейчас взяли и поставили пред судьей. Вы что будете говорить? Благодарю тебя, судья, за то, что я так хорошо живу. Или, видя, что вам сейчас будет вынесено наказание какое-то тяжелое, вы будете просить, вы знаете, вот я не знаю, почему я здесь, но как я здесь вот так оказался, но я прошу прощения, если что-то там я сделал, но хотя бы так. У фарисея даже мысли такой нету. То есть, мало того, он стоит перед алтарем Божиим и чего? И осуждает. Вот этот вот злодеяние, вот этот там блудник, вот этот там еще кто-то такой, он на себя берет функции судьи. И где тут покаяние? И где здесь просьба о помиловании? И опять же, я вот повторяю эту фразу, как можно помиловать того, кто не просит о помиловании? То есть, мы, наверное, тоже так же на нас, если обратить внимание, пока мы смотрим на других, мы не видим себя. В чем, собственно, да, и одна из болезненных таких вещей – осуждение. Именно в этом она заключается, что мы, взгляд у человека однонаправленный. Если я смотрю в эту сторону, я туда уже не смотрю. Если я смотрю на себя, я других не вижу. Если я смотрю на других, я себя не вижу. Это, ну, так вот устроено наше естество и внешнее, и внутреннее естество. Поэтому надо смотреть на себя, причем не в уменьшительное стекло, а в увеличительное. А над людей смотреть в уменьшительное, а не в увеличительное стекло, да, на их дела и согрешения. И тогда мы очистим себя вот под этой лупой, увеличительным стеклом, очистим себя от всех согрешений, вольных и невольных, потому что за каждое из них надо попросить прощения. Тогда Господь так и говорит, что всякий, кто обратится ко мне, будет спасен. Но надо обратиться с просьбой, чтобы Господь спас, чтобы Он нас помиловал, чтобы Он нас очистил от наших согрешений. А если мы этого не просим, как? Это наш выбор, не просишь, просите и дастся вам. Если не просите, как вам, может, это дастся? Насильно, что ли? Но насильно Господь ничего не делает. Да, ключевая фраза. Всяк, возносяясь и смириться, смиряясь же себе, вознесется. Что значит смириться? Ну, чувство смирения – это такое очень тонкое и высшее качество христианской добродетели, за которым только любовь стоит, да. Перед ней терпение, вот такие ступеньки, если нарисовать, то терпение предваряет смирение, а смирение предваряет любовь. И чувство смирения – это чувство, которое многими непонимаемо. Они считают, что смирение – это человеческая слабость, это когда человек всем уступает, когда человек ни во что себя не ставит, когда дает себя топтать и, собственно, издеваться, и грабить и убивать себя, нет, совсем не так. Но вот был у нас такой святой, причислен к рик святых, Федор Ушаков. Он был смиреннейший из людей, он был верующий человек. Но он, извините, был такой воин. И сколько побед он принес русскому флоту. Или Суворов, Александр Васильевич. Тоже был смиреннейший из людей. Но сколько побед было. И преодолений, в том числе перехода через Альпы. То есть смирение из этого делаемого вывода – это никакая не совершенно такая мягкотелесность и беззащитность человека перед каким-то врагом. Нет. А преподобный Серафим Саровский взять, когда его били, и он хотя бы могучий. Да, ведь у него был топор с собой. Он был на голову выше всех этих нападавших. У него сила была огромная, то есть он под два метра роста был. Он специально не стал сопротивляться. И они чуть его не убили, собственно. Это смирение. Смирение – это то чувство, которое человека приближает к Богу, когда человек нищий духом себя считает. То есть мое мнение о той или иной ситуации не важно. Важно мнение Божие. Если Бог повелевает мне защищаться в этот момент, значит, я буду защищаться. Если Бог мне повелевает в этот момент терпеть, я буду терпеть. То есть смирение – это с миром относиться к воле Божией. И сразу сделаем такой оговорчик, потому что я знаю такое прескновение для многих людей, что мы говорим о смирении, если обижают конкретно тебя, но не твоих близких, потому что мы здесь уже обязаны защищать. В любом случае, так сказать, возлюби Бога и возлюби ближнего. Две всего заповеди. И если мы не защищаем ближнего, мы его не любим. То есть мы нарушаем одну из заповедей. Поэтому здесь вообще это никак не связано. Смирение – это лично твое мнение, которое ты отрицаешь. И говоришь, Господи, не как я хочу, как ты хочешь, да будет. И вот эта ситуация, та или иная ситуация, она как раз и проявляет свое мнение, свою волю я отрицаю в пользу воли Божией и мнения Божьего о себе. Спрашиваю ли я, Господи, а что ты хочешь от меня в этой ситуации, как я поступил. Вот если это есть, то тогда у нас есть смирение. Если нет, я знаю, как сейчас тут, не надо мне ничего рассказывать. Я вот сейчас этому так, это и сяк, я сейчас тут всю правду матку всех выведу на чистую воду. Вот здесь смирения нет никакого. Это уже своеволие, гордость и, что самое страшное, осуждение. То есть человек уже ставит себя на место Бога и начинает судить других. Начинает им рассказывать. Для нас очень тяжело сразу вот так себя предать волю Божию, да? Очень тяжело. Это одна из высших добродетелей, с чего я начал. То есть она предпоследняя, последняя любовь. Что мы можем сделать, чтобы в наших силах, чтобы мы себя смиряли? Научиться терпеть. Вот первое, так сказать, тренировочное домашнее задание – это просто терпеть немощи других людей. Да, вот он в семье, вот он чавкает, вот он кушает и чавкает, и меня это раздражает. А я буду терпеть и слова не скажу. Но терпеть не так, чтобы там, например, молчать, слово говорить, но внутри… Да, 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 вот сейчас это весь этот пар из ушей идет, да? Ну, внутри там, чтобы война кипела. Нет, терпеть, конечно, с любовью и с благодушием, с миром в душе. Само слово «смирение» – оно с миром. То есть мы в душе должны иметь мирное состояние, которое дается только, конечно, от Бога. Но для этого нам тоже надо потрудиться. По крайней мере, этого надо пожелать, захотеть этого достичь. Если мы этого не захотим, мы и не достигнем. И вот из этих ситуаций мы, если мы научимся терпеть слабости, немощи других людей, мы сначала приобретем терпение, а потом уже через него смирение. Да, ну и для того, чтобы терпеть, нам надо, значит, утерпеть, да? И как святый отец говорит, что если человек начнет исполнять заповедь Божия, смирение само будет вселяться постепенно в него. Ну, это естественно, потому что что значит отречься от своей воли? Что значит стать нищим духом? Это значит исполнять не свою волю – я нищий, мне нечего исполнять, я пустой – а исполнять волю, создавшего меня Господа. То есть когда мы начинаем исполнять заповеди Божии, мы постепенно отрицаемся, отрезаем, отрезаем, отрезаем кусочки своего, своеволия, самомнения, гордости и прочего. И таким образом приближаемся к смирению, терпению и прочим добродетелям христианским. То есть действительно, вот эти шаги по мере воцерковления, по мере исполнения заповедей Божьих, нас и приводят к смирению. Так и есть. Что мешает человеку? Вот мы сейчас говорим с вами такие высокие слова, там, смирение. Что человеку мешает? Вот он сидит и, например, не понимает вообще, о чем мы говорим. Действительно, это вот для многих, это, как говорят, высшая математика. Да, если бы я сейчас что-то там о тройном интеграле, там, о матричном анализе, там, о уравнении Шредингера какой-нибудь сейчас начал разбирать, или Лапласа для сложной системы, что-то такое рисовать. Ну, то есть мы, конечно же, имеем сложные науки, там, будь то физика, математика, но вот православие – это тоже наука, причем наука из наук, как многие святые называли, и искусство из искусств, которое нужно изучать, которое нужно прилежно, так сказать, участвовать в этом делании, и тогда человек научится это все и познает. Господь сам сказал – ищите и обрящите, толците и вам отворят, да, просите – дастся вам. То есть мы здесь подходим к тому, что нужно этим заниматься. Под лежащий камень вода не течет. Вот, если мы не занимаемся этим, не интересуемся, и там у нас зевоты, у нас там при слове о Боге, при слове о нравственности какой-то, оно вот вызывает только скукоту, ой, то есть что-то, нет, это что-то не для меня, да, я вот там детективчик лучше почитаю или там включу сфильм. – Олимпиаду посмотрю. – Олимпиаду, да, сейчас наши там с кем-нибудь рубятся. То есть мы… – Хотя вот, по сути, какое нам вообще дело, какие-то чужие люди за что-то там борются, и мы всё это время и на них тратим. – Вот самая, да, правильная фраза – мы тратим своё время на ничто, на пустоту в том плане, что мы в конце жизни даже не вспомним этот день и не вспомним, что я там смотрел, кто там выиграл, что там произошло, какой там конец этого детектива был или ещё что-то. А что мы будем вспоминать на смертном адре? А что у меня вот за душой-то, собственно? Какие накопления? – Что я Богу-то скажу? – Хоть что-то у меня там доброго-то было в моей жизни? Или там, если оглянёшься назад, то без слёз там и смотреть-то трудно на мою жизнь? Там одни разводы, одни крики, вопли, мат, там перемат, там, не знаю, брошенные дети, ещё не пойми чего. – Исполнили то, чего ты здесь вообще жил? – И здесь, конечно же, опять же, вот, если этот вопрос, так сказать, обсуждать, то мы понимаем, что человек здесь же не случайно, каждый человек не случайно живёт, а с какой-то целью, поставленной Богом, её надо исполнить. – Да, благодать, что у нас такая передача интересная прошла. Осталось полтора минуты, вам заключительное слово. – Ну, всем желаю разобраться в том, что мы сейчас говорили, понять, в чём отличие мытаря от фарисея, и найти в себе эти две составляющих, и всё-таки приблизиться к молитве мытаря, и удалиться от гордости фарисея. Помощи Божьей вам. – Да. На сегодня всё. До свидания. – До свидания. – До свидания.